Здравствуйте, дорогие десеты, добрый вечер. Событий очень много, они идут по нарастающим. То есть ситуация политическая, я бы сказал, дробная. Давайте попробуем разобраться с этой ситуацией, в частности, с языковой проблемой, с церковной проблемой, со взрывом складов. Я думаю, что все-таки эти вещи не случайно происходят прямо сейчас, в начале выборной кампании. В гостях у меня Игорь. Извините, пожалуйста, Игорь Киселев, мой коллега, аналитик, телеведущий. Здравствуйте, Игорь. Хотелось бы понять, вот все это разноплановые новости, которых у нас сейчас очень много, а они между собой должны быть связаны. Или будем во всем обвинять Путина и опять списывать на российские происки? Да, абсолютно нет. Это абсолютная глупость. По поводу Путина, то есть пусть доказывает наша контрразведка, если мы можем говорить о российском следе, то это, пожалуй, будет относиться только к взрывам на арсенале номер 6 в ИЧЕ. Вот. Но тут вот хочется сделать одну оговорку. Далеко не первые взрывы, если я не ошибаюсь, за последних 5 лет их было более 10. Причем взрываться начинает тогда, когда грядет проверка. А тут еще и проверка была в 2017 году, я думаю, что какой-то вариант проверки грядет. Вот. За этих 5 лет было черти сколько взрывов, никто не понес серьезных наказаний. Я не говорю, хотя бы вы уволили из армии без выходного пособия. Даже этого нету, никто не посажен, ни одного террориста не нашли, ничего не доказали. Тут опять вышли и сказали, что вроде бы как бы взрывали по телефону в 4 местах одновременно, но ребята, а кто ответственный за то, чтобы этот террорист не прорвался на эти склады? То есть надо было хотя бы сказать, что офицер, который ответственный за это, за внутреннюю безопасность, уволен из армии без выходного пособия. Он не справился с задачей. Потому что тут же говорят, что взорвалось в арсенале вооружений на 2 миллиарда, чуть-чуть гривен, и никто за это не несет ответственность. Причем есть поблизости населенные пункты, есть вообще говоря, потрясение в обществе, есть определенное обострение комментариев со стороны России в первую очередь. Возникает ситуация, что на самом деле России для того, чтобы Украина подошла к пределу своей государственности, вообще ничего делать не надо. У нас все происходит за счет внутреннего ресурса, как бы развала. У нас очень много людей, которые рвутся к власти за тем, чтобы набить карманы, их совершенно не интересует страна. И сейчас это стало настолько обыденным и привычным утверждением, что даже стыдно его повторять очередной раз. То есть на самом деле мы что ждем, когда придет дядя и все разрулит? Дядя не разрулит. У нас не понимают, что радикализация общества в этой ситуации это страшная угроза. Это страшная внутренняя угроза. Я не возьму на себя смелость осуждать любые радикальные настроения. То есть понятно, почему они возникают. Очень плохо, что не хватает мозгов у нерадикальной, у более центральной части общества этот радикализм успокаивать. Мне кажется, что дело не в мозгах, потому что на самом деле у нас очень много людей, которые склонны обвинять в идиотизме нашу систему, но не себя лично. На самом деле в системе должны быть сдержки и противовесы. Система должна быть устойчива от дурака, от провокатора. В технических системах есть защита от дурака, предохранение есть, есть параллельные какие-то линии свяжения. У нас политические решения принимаются, насколько я понимаю, ситуативно. Давайте не говорить о политических решениях. У нас со времен Майдана, к сожалению, полиция не получила, или во всяком случае как минимум не чувствует, давайте попытаюсь очень аккуратно сформулировать, она не чувствует за собой моральной уверенности пресекать элементарное хулиганство. Большинство этих акций, которые у нас называют акцией прямого действия, это элементарная хулиганка, за которую надо просто наказывать в административном порядке, как это предусматривает законодательство. У нас первый, кто не выдерживает законодательство в отношениях к законодательству, это полиция. Почему? Потому что если приходят 30 хулиганов на миллионный город и рушат любой забор, я не оправдываю сейчас никакого бизнесмена, который этот забор поставил. И может быть он 300 раз стоит незаконно, но этих 30 хулиганов, которые разрушили забор бизнесмена, они поселили тревогу всему частному сектору, потому что теперь в частном секторе будет сидеть человек и думать, а если завтра придут, и мой забор снесут. Вот полиция, не пресекая хулиганство, по сути дает карт-бланш на подобное хулиганство в меньших размерах. Какое ощущение, что все, кто могут перевести свои капиталы за рубеж, это уже просто сделали? Оставив всю администрацию наедине с менсионерами. А больше здесь никто жить не собирается и своего возраста еще с этой стороны не связывает. Сложный вопрос, а с другой стороны попробуйте, ну скажем, я не говорю о крупных инвестициях, но если у человека есть 100-200 тысяч долларов, попробуйте их во что-то инвестировать. Все ниши забиты, как это ни странно. Мы говорим, что этого нету, а на самом деле вот тот вот новострой, который строится, по моему глубокому убеждению, никто не проводит, я думаю, что может быть кто-то и проводит какие-то исследования, но посмотрите, у нас рынок не падает сколько лет, за счет чего он не падает? Он не падает за счет тех людей, которые считают, что они инвестируя в недвижимость, сохранят средства, боясь инфляции. Тем самым замораживая деньги, вот эти вот мелкие деньги, ну сравнительно, для бизнеса мелкие деньги, до 150-200 тысяч, замораживая в этих кирпичах и стенах. А если проехаться вечером по районам новостроек, то далеко не все окна горят, да? Как минимум треть не горит. Но там очень много курортных зон, очень много однокомнатных квартир. Очевидно, что те, кто строили, не для себя строили. Они будут сдавать жилье просто, они так думают. Они так думают, но эти рынки сокращаются. Говорил я с человеком, который занимается тем, что он берет жилье в аренду и сдает посуточно. Он собирается уходить из бизнеса, потому что этот сезон ему четко показал. Рынок сокращается и будет сокращаться. Почему? Потому что достаточно много отелей, которые в той или иной мере предоставляют уже сервис, а не просто ключи от квартиры, где есть кухня. Это сервис с чистым бельем, это сервис с каким-то обслуживанием, это сервис с сохраняемой стоянкой. Да, и ресторан, где можно сравнительно покушать. И разрыв цен стремительно сокращается от сдачи квартир посуточно и отельеров. Потому что можно найти небольшой отельчик, где ты получишь сервис, кроме того, и безопасность, кроме ключей от квартиры. И те, кто умнее, уже давно от этого уходят. Но люди инертные, они продолжают вкладывать деньги в квартиры, и в результате банкротом будет не киван. В результате банкротом будут те, кто покупает квартиры на этапе котлована. Но они сейчас обижены в том, что Гагаринское плату, они на самом деле получили не вид на море, а получили вид на следующую стройку. Так оно и будет. Потому что у нас люди не думают о том, что надо покупать. Смотрите, у нас люди, вот все продажи, если мы посмотрим по рекламе, даже вот если людей, то есть реклама же ориентируется на человека. Мы видим метры, мы видим планировку. На этом все заканчивается. Вместо того, чтобы мы увидели инфраструктуру, транспортную развязку. Полу ясли, бассейн. Да, и самое главное, вот тот вот кусок генплана, когда продают дом, чтобы было четко видно, что дальше строить не будет. Но у нас уже таких одной передачи не хватит. Дело с этим что? На самом деле, ведь систему сейчас остановить от развала можно только с экстраординарными методами и силами вообще большей части активной массы людей. Активной, административной, финансовой обеспеченной по какой-то единой программе. Вон, наоборот, все происходит. Идет энтропия. Люди отказываются. То есть вы сами говорите, что рушатся все бывшие ранее выгодные бизнеса, рушатся или перестают финансироваться, или... Не, они достаточно забитые. То есть ниши, мелкий бизнес, вы посмотрите, у нас увеличивается количество будок шаурмы. Я, как человек, ну вот допустим, примерно среднего достатка. И каждый день обедать шаурмой мне дорого. Ну я прикинул по бюджету, не получается. Но посмотрите, какое их количество по городу. Они не могут стоять просто так. Они все равно платят за электричество. Они платят за... А лото? А игры? Они все есть. Которые сто раз запрещали. И на каждом углу по две штуки. И это работает, да? То есть они бы закрывались, но они работают. Открываются точки общественного питания. То есть это все имеет право на жизнь. Второй вопрос, что в этом всем громадная коррупционная составляющая. Если говорить об экстраординарных мерах, у нас когда говорят о подобных мерах, я не к вам, конечно, обращаюсь, Юрий Леонидович, у нас говорят о каком-то новом этапе регулирования. Вот на мой глубокий взгляд. Наоборот, все сильно за регулирование. Надо снять за регулированность. Почему? Потому что на сегодняшний день, после 2014 года, Украина... Да, постоянные потрясения. Постоянно мы чувствуем себя пораженными в экономических правах. На некотором этапе. Мы чувствуем себя живучим в долгу всего мирового сообщества. Но при этом средний житель выживает за счет горизонтальных связей. Вертикальные связи постоянно мешают. Постоянно мешают мелкому и среднему бизнесу. Мешают очень многим людям, которые не готовы бороться с этой админструктурой и вкладывать те же деньги не в квартиры, а в какое-то дело свое небольшое. И этому всему мешают вертикали. А выживаем мы за счет горизонтали. И вот чем меньше регуляции, тем сильнее будут горизонтальные связи. Когда вы приводите отдельные примеры относительного, не то что благополучия, а страховки от тотального неблагополучия, то это одно. Когда вы говорите об общих вещах, становится понятным, что организм государственности на самом деле уже не существует. А то, что в нем очень много живности всякой, так это продукты разложения государства. Отсюда эти огромные горизонтальные связи. И отсутствие вертикальных. То есть нет системы, системы образующие и не работают. Или перестали работать, или находятся в таком премиумфаркном состоянии. Что в целом система порочна, а то, что в ней живут, и то, что ее разложение... Системы образующие стали горизонтальные связи. Система порочна, но она порочна тем, что она пытается оставаться системой. Как бы это парадоксально ни звучало. У нас не произошло окончательного разрушения социалистического хозяйствования, что не дает возможность возникнуть новым экономическим отношениям. У нас все самые большие метастазы, которые мы говорим, начиная с коррупции, это наследие того, что мы 27 лет не можем избавиться от остатков социалистического хозяйства. Мы до сих пор не договорились, какое общество мы собственно строим. И, кстати, никто об этом никогда не говорил. Никто из тех, кто избирался. Давайте так. Из тех, которые претендуют быть избранными, вынуждены на эту тему что-то говорить. Но они говорят о конечном продукте, а не о способе полотенца. Они говорят куски популистские. Они говорят популистские куски. Тот же новый курс Тимошенко, если его разобрать, можно за голову взяться. Но вы в общем не понимаете. Если это все произойдет, если это все произойдет, то если мы сейчас говорим, что все разрушено, то камни превратятся в пыль, которая осталась. Вот это патологический ужас, то, что там говорится. Но за счет того, посмотрите даже, как построено. Вроде, да, такая претензия на некую научность, на какое-то планирование, на все остальное. Но на самом деле все построено так, чтобы вырывать из контекста по одной, по две фразы, которые потом будут попадать на рекламные плоскости, которые будут выкрикиваться на митингах. Все у нас вот в этих вот одной фразочке. Документ. Все-таки журналистский статус, вы это лучше меня знаете, требует все-таки какого-то позитива в конце. Что делать будем? Я не говорю о том, за кого голосовать. Я спрашиваю, какой тип поведения. Не алчим ли мы терминдора? Только один совет. Совет очень простой. Надо начинать себя любить. Есть две вещи. Надо, во-первых, относиться к своим финансам очень аккуратно и научиться их планировать. А получилось, как украл, так и потратил. У нас, более того, у очень многих, особенно пожилых людей, вы уж простите, не к вам, но я говорю в своей массе. Ну, почему и ко мне в частности? Я говорю в своей массе. За счет того, что Советский Союз выхолощивал это отношение, да, вот было отношение, все равно мне Родина даст, да? То есть, даст маленькую зарплату, 120, ну даст, да? Маленькую пенсию, ну даст. И в Советском Союзе вот эти вот маленькие коммунальные услуги, да, на какой-то набор продуктов питания были маленькие цены. Это было идеологически все очень четко прощало. И нельзя было уехать из страны. Да. То есть, ты не умирал. То тут надо понимать, что никто о тебе заботиться не будет. Но это не жизнь. Это жизнь гельминтов, которые живут в некогда целостном и достаточно цельном организме. На самом деле, я о чем, собственно, пекусь. Ведь у нас значительная часть населения родилась и выросла уже в период вот этого так называемого дикого капитализма. Они стали его жертвой. Никакого позитива у них нет. Предложить им какую-то модель поведения, которая даст им как бы спасение, никто не то что не решается, они знают, где это взять. У нас были огромные институты, которые копили какие-то наработки. Я на одном простом примере. Модель поведения это условный брачный контракт. То есть вы любите друг друга, молодые люди, замечательно. Вы решили совместно жить. Чудесно. Почему, если вы любите друг друга, если вы верите друг другу и решили совместно жить, вы не сложите брачный контракт? Чем вот это на бумаге написанная ваша любовь отличается от того, что сказано. Но посмотрите, какое у нас предубеждение в обществе. Только богатые люди это делают, да, где большие капиталы. А вот обычный человек почему-то от этого отказывается. И вот это вот стыдливо. А почему? Он становится, в общем-то, выязвимой позиции относительно партнера. А почему? Морально выязвимой. А если партнеры, если вы любите друг друга, договоритесь на берегу. И поймите, на сегодняшний день никто вас в обществе, вот в этом громадном обществе, которое постоянно подвержено потрясениям, а сейчас еще находится в состоянии войны, никто вас не будет любить. Не надо от государства требовать любви. Требуйте от государства свое. Вот спланировать и требовать свое. Если перестроится большинство людей на это, то у тех, кто... Это будет и на этих выборах. Не на этой череде даже выборов. У нас же сейчас президентские, потом парламентские, потом местные советы. Но надо перестроиться и требовать у тех людей, которые будут, элементарно свое. Не сейчас, чтобы вам заасфальтировали дорогу, да, на уровне той гречки, а требовать, чтобы она была постоянно в хорошем состоянии. Или лучше наказать того, кто ее недостроил, или бросил, или обворовал ее на предыдущие... В том числе, но хотя бы наказать не голосование. Вам не нравится этот магазин, не надо на него никому жаловаться. Не ходите в него. И будьте ответственны тем, что если это плохой магазин, расскажите всем своим соседям, что это плохой магазин. И он закроется, и на его месте откроется новый. Надо быть чуть-чуть эгоистичнее, если хотите. Вот этого у нас такой... Мы вроде добрые, но добрые непонятно к кому. Эгоизм и прагматичность, вот что сейчас может спасти человека. Мы жили в стране, где всеобщее благо рекламировалось, при этом всеобщая боязнь тюрьмы, несправедливое осуждение, отсутствие перспектив и так далее. Как бы это было всем понятно, и это как бы общие условия. А люди жили верой в те фильмы, которые они видят, где показывалось не их жизнь. Вот от этой веры надо уходить. Надо уходить, и только это спасет. Если человек будет прагматично... А теперь получается совсем другая картина. Да, абсолютно. Совсем другая, потому что как раз, если есть какие-то традиции, то это те, которые хранят, те, которым за 40, за 50. Понимаете? Вот это единственное, у которого есть правила жизни. У этих молодых правил нет. Они живут как живут. Они формируют... Да, но они формируют эти правила. И они в этом отношении куда интереснее смотрятся. Я говорил со студентами, был у меня период, была возможность пообщаться с полгода со студентами. И вполне нормально, когда на третьем курсе человек приходит и говорит, а вы знаете, я вот получился три курса, я вот попытался поработать, я понимаю, что я в этой профессии не выживу. Я, конечно, закончу институт, но я вам говорю честно, я прихожу ради отметки, а не ради учебы, потому что я собираюсь быть не журналистом, а я собираюсь быть косметологом. И пока я здесь получаю диплом, у меня уже есть три диплома с каких-то курсов, и я уже реально работаю косметологом и зарабатываю реально деньги, говорит девочка. И надо понимать, что в советское время это было бы осуждаемо, ну как, ну институт. Нет, а она четко понимает, где она будет зарабатывать, что ей даст возможность жить. Конечно, есть лучше, хуже, все как всегда в любом поколении, но во многом эти ребята сейчас понимают, что нужно формировать свой бюджет и свой стратегический план на жизнь. Здравому эгоизму у нас призывал Игорь Киселев, аналитик, телеведущий, журналист. Спасибо, что были у нас в эфире, приходите еще. Спасибо вам. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин